Здравствуйте! В эфире программа безопасности. Я и ведущий Александр Булдаков. И вот о чем мы расскажем в этом выпуске. В Новосибирске очередная гибель человека на воде подвигла муниципальных спасателей обратиться к сибирякам с призывом соблюдать правила безопасности на отдыхе. Где в этот раз произошла трагедия? Открытый кубок Новосибирской области по пожарно-спасательному спорту в памяти Владимира Ладоженского состоялся на базе учебно-тренировочного полигона регионального главка МЧС. Репортаж с торжественного открытия. Эти и другие материалы смотрите в выпуске. Ситуация с травматизмом на автодорогах Новосибирской области в 2023 году остается серьезной. Об этом, а также о детской безопасности и статистике нарушений правил дорожного движения в нашем репортаже. Более 1200 ДТП в нашем регионе произошло в течение 7 месяцев этого года, что на 8% больше прошлогодних результатов. 148 человек погибли и более 1500 получили ранения. 56% дорожно-транспортных происшествий у нас приходится на областной центр, 13% приходится на автодороги регионального значения и 9% на дороги федерального значения. Но что касается тяжести последствий, как раз таки взять федеральные дороги при 9% происшествий, которые там произошли, тяжесть последствий там просто высокая и количество погибших приходится 30% погибших именно на федеральной дороге. Впрочем, еще больше гибнут на региональных дорогах 36% от общего числа и 26% жизни забирают магистрали Новосибирска. Характерно сибирскому региону и то, что категориям дорог присущи свои виды ДТП. Если это территория города Новосибирска, то в вершину угла становится у нас непредоставление преимущества при проезде перекрестков, то есть столкновения транспортных средств. На втором месте это 46% это наезды на пешеходов. Если же это дороги у нас федерального значения, то прежде всего это у нас основная масса, это 80% всех происшествий на федеральной дороге, это выезд на полосу встречного движения. Причем в местах, где это разрешено. На региональных дорогах, отмечают в ГИБДД, водители грешат несоблюдением скоростного режима, определенного знаками либо дорожной обстановкой. И то, и то однозначно приводит к аварии. И, конечно, анализ происшествий показывает, что основная их масса происходит вследствие несоблюдения правил дорожного движения. А самыми опасными местами в Новосибирске по-прежнему остаются пешеходные переходы. Большое количество происшествий происходит у нас именно на регулируемых пешеходных переходах. То есть при водителе, совершая маневр поворот направо-налево, не предоставляет преимущества в движении пешехода, который также движется на разрешающий сигнал светофора. Семь детей в этом году погибли в автоавариях. Шестеро из них были пассажирами, еще один ребенок катался на мопеде. Как всегда, к теме детской и вообще безопасности на дорогах подключаются общественники. Ведь куда без профилактики? В этом году тоже многие, наверное, заметили, что концепция творческая нашей социальной рекламы, которую мы размещаем и в городе, и на территории области нашей, она выбрана с использованием вот таких фигур, как мимы. И они помогают нам разъяснить какие-то те или иные аспекты соблюдения важности, соблюдения правил дорожного движения. Особенно профилактика детского дорожного травматизма актуальна в преддверии начала учебного года. К тому, что несовершеннолетние пешеходы скоро массово появятся вблизи дорог, должны быть готовы и водители, и сами дети, и, конечно, их родители. Жаркий август позволил мотоциклистам и другим водителям, которые управляют мототехникой, продлить сезон. Может, и от этого статистика дорожных происшествий с их участием показывает печальные результаты. Мы побывали в рейде с инспекторами госавтоинспекции и выяснили, какие нарушения правил дорожного движения чаще приводят к трагическим последствиям. Интенсивность дорожного движения в Новосибирске, да и на загородных трассах региона возрастает год от года. Специалисты говорят, что это неизменно сказывается на росте количества ДТП, в том числе и с участием мотоциклов. Дорожно-транспортные происшествия с участием лиц, передвигающихся на мототранспорте, для нашего региона является сезонным явлением. Тем не менее, по итогам 7 месяцев текущего года на территории Новосибирской области было зафиксировано 85 дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспорта, в которых 6 человек погибли. Попадают в аварии и юные мотоциклисты, водители скутеров и мопедов. С начала года с ними произошло 30 ДТП, один ребенок погиб. Основные нарушения, которые фиксируются сотрудникам госавтоинспекции, которые допускают водители, управляющие мототранспортом, это превышение скоростного режима, небезопасное маневрирование, отсутствие права управления транспортным средством, либо отсутствие категории, дающей право управления мототранспортом. В этом рейде с инспекторами ДПС нарушители тоже попадались. К примеру, этот байкер-путешественник ехал с выключенной фарой, что не по правилам. А у этого мотоциклиста из города Аби не было страховки и госномер оказался нечитаемым. ДПС уважаем, не убегаем. Понятно, что с номером случилось? Оторвало на скорости. Прежний хозяин отрезал крыло заднее, типа красиво. И все, и улетело. А вот к водителю раритетного мотороллера, сделанного еще в советское время, претензий у инспекторов не оказалось. Я его приобрел в прошлом году под Барнаулом, по объявлению, поэтому фанат этой техники. Это мотороллер электрон? В каком году? В каком году? В каком году, да. 77-го года выпуска. Сохранился хорошо, я его тут под Шамалевым, можно сказать. И он подлежит регистрации, все как положено? Все как положено. Я в прошлом году это все прошел. И в данный момент у меня претензий ко мне не было. То есть и на двухколесной технике можно ездить, не нарушая правила дорожного движения. Свет включен, госномер на положенном ему месте, да и документы все при себе имеются. Так может и ни при чем высокая интенсивность дорожного движения, которая якобы негативно сказывается на статистике ДТП. Все дело в личном отношении к участникам дорожного движения и требованиям правил дорожного движения. В Новосибирске очередная гибель человека на воде подвигла муниципальных спасателей обратиться к сибирикам с призывом соблюдать правила безопасности на отдыхе. В этот раз трагедия произошла в районе Бугринской косы. В настоящее время на водоемах в черте города Новосибирска купание запрещено даже на официальных пляжах. Причина в плохом качестве воды. Поэтому предупреждающие таблички расставлены везде. Однако, когда нашего человека останавливало какое-то предупреждение? Спасатели знают, что аншлаги безопасному отдыху содействуют мало. Оттого и дежурят в разрешенных местах и в нерекомендованных, где неровное необследованное дно, бьют холодные ключи, сильное течение и тому подобное. Но за всеми не уследишь. 5 августа недалеко от Бугринской косы, которая не является территорией пляжа, погиб мужчина. У него просто не хватило сил выплыть против течения. Все-таки мало мы ценим свою жизнь, особенно на отдыхе. Безответственность граждан, мне кажется, это. Потому что практически на всех водоемах, ну, видите, работа проводится, работа делается. Но люди не ценят свою жизнь, идут, скажем так, сознательно на нарушение правил. Мало того, что они купаются, скажем так, в местах запрещенных для купания, они купаются в состоянии алкогольного опьянения. Это вдвойне, скажем так, может закончиться все это трагически. Что, в принципе, и происходит. К сожалению, и дальше люди будут гибнуть на водоемах во время купания. Предупреждающие и запрещающие знаки не действуют на людей в принципе. Карательных мер за нарушение их предписаний тоже никто не применяет. А потому в большинстве трагических случаев спросить можно только с самого утопающего. Правда, вот сделать это после его гибели будет уже невозможно. Вывод один. Мы сами в ответе за то, что с нами происходит в природной среде даже на территории города. Будь то парк с высокими деревьями или котлован, заполненный водой. Правоохранители задержали жителя Новосибирска, который не стесняясь торговал поддельными служебными удостоверениями этих самых правоохранительных структур. Он же организовал и изготовление фальшивых документов, считают оперативники. Об этом далее. Выявили и пресекли правдеправную деятельность новосибирца, который организовал изготовление и наладил сбыт поддельных служебных удостоверений сотрудников правоохранительных органов. Оперативники УФСБ России по Новосибирской области. Новосибирец в своей квартире организовал типографию для изготовления поддельных удостоверений силовых структур и надзорных ведомств. Сотрудники управления при обыске обнаружили оттиски печати, штампов, бланки поддельных документов, фальшивые обложки удостоверений ФСБ, МВД, Следственного комитета прокуратуры Российской Федерации и других государственных органов. А также защитные элементы в виде голографических стикеров и ламината. Для создания этого рабочего места фигурант купил отдельную квартиру. Здесь непосредственно само рабочее помещение находится, где расположена техника. Здесь что? Что вы здесь шли? Преступную деятельность направленную. В чем она была вражена? Изготовление и забытое поддельных документов. На основании результатов оперативно-розыскной деятельности ФСБ городской отдел полиции Зайльцовский в отношении этого гражданина возбудил уголовное дело по статье «За подделку, изготовление и оборот поддельных документов». Подозреваемый вину признал. Теперь следователи устанавливают все обстоятельства этого преступления. Иностранец пытался вывезти из Новосибирска в Ташкент череп животного с рогами. Так как сделать он это хотел без декларирования, то сотрудникам таможенного поста аэропорта Толмачеву пришлось так называемый «дереват» изъять. Подробности далее. Этот череп копытного животного с красивыми рожками мужчина приобрел во время поездки по республике Алтай, пояснил владелец сувенира. О необходимости получения ветеринарных и разрешительных документов, а также обязательного декларирования такого товара он не знал. Видимо, поэтому гражданин Узбекистана, пассажир рейса «Новосибирск-Ташкент» проследовал по зеленому коридору, заявив тем самым об отсутствии у него товаров для декларирования. Однако таможенники с помощью досмотровой техники обнаружили в багаже иностранца объект фауны, относящийся к категории товаров, вывоз которых регулируется Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения их частями и дериватами, то есть изделиями из животных растений. Изъятый череп таможенники отправили на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение. И подобных нарушений встречается немало. За 7 месяцев этого года при контроле багажа авиапассажиров новосибирские таможенники выявили более 500 правонарушений. Большинство из них связано с несоблюдением гражданами установленных запретов и ограничений, а также недекларированием товаров, подлежащих обязательному письменному декларированию. В частности, в Толмачево нарушения выявлялись при ввозе табачной и алкогольной продукции сверх нормы, валюты, подкарантинных товаров. С начала года авиапассажиры пытались привезти из-за границы в качестве сувениров десятки кастетов, ножей, электрошоковых устройств. Чтобы случайно не стать нарушителем таможенного законодательства, лучше заранее, перед поездкой за рубеж, ознакомиться с правилами провоза через государственную границу тех или иных товаров. Открытый кубок Новосибирской области по пожарно-спасательному спорту памяти Владимира Ладыженского состоялся на базе учебно-тренировочного полигона регионального главка МЧС. На торжественном открытии соревнований и первых стартах побывала наша съемочная группа. Пожарная эстафета. Подъем по штурмовой лестнице и 100-метровая полоса препятствий. Из этих этапов и состоят соревнования по пожарно-спасательному спорту. В Новосибирской области этот турнир уже 14 лет посвящают памяти мастера спорта СССР по греко-римской борьбе Владимира Ладыженского. Уникальный человек, который пришел уже будучи серьезным титулованным спортсменом, чемпионом мира, пришел в пожарно-прикладной спорт и достиг высочайших результатов в этом виде спорта. Не останавливаясь, пошел дальше в своем развитии и умер он как настоящий спортсмен, умер он на соревнованиях, которые тоже, можно сказать, практически до самого верха дошел и получил высочайшие титулы в соревнованиях уже по спортивной сауне. На торжественном открытии соревнований начальник регионального главка МЧС Виктор Орлов отметил, что пожарно-спасательный спорт у нас получил хорошее развитие. Я желаю, чтобы у вас сегодня получилось все то, к чему вы готовились, вы показали высокие результаты. Я надеюсь, что наконец-то у нас пойдет динамика по улучшению, значительному улучшению спортивной подготовки. В это же время наша сборная команда впервые за 14 лет вновь участвует во всероссийском турнире по пожарно-прикладному спорту и мы ждем от них результатов. Да, в этом году областной кубок проходит в отсутствие самых сильных спортсменов, но в этом есть и свои плюсы. Спортсменам, которые не входят в сборную, им выступать довольно вольготнее, чем когда более сильные спортсмены. Они тушуются, когда профессионал умело пробегает и когда еще не совсем опытный, у него не все получается. В турнире также приняли участие девушки и юмуши. Несмотря на свою молодость, опыта им не занимать. Сегодня бегали мальчики и девочки средней возрастной группы. Шесть человек, пять из них в сборной Новосибирской области. Один вот из лидеров, Филатов Данила. Ну, опыт соревнователей сегодня приобретали. Сегодня помогло то, что я готовился к этому уже достаточно долгое время и хороший настрой. Но все же зрелищнее были выступления взрослых спортсменов, которые по штурмовым лестницам поднимались на четвертый этаж учебной башни. Саша, Саша, давай, 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 давай. Саша, бежать. Не могу, скорейся. Саша, Саша, скорейся. Лучшими в этом году на открытом Кубке Новосибирской области по пожарно-спасательному спорту памяти Владимира Ладыженского стали спортсмены из специального управления номер 9 МЧС России. Всего участвовали семь команд из подразделений со всей Новосибирской области. Один мудрый человек заметил, нет никакого смысла в состязании, если ты не веришь в свою победу. Смотрите программу безопасности на канале НСК-49 и не забывайте, всего лишь устранив всех, кто опережает нас, мы станем первыми. В студии был Александр Булдаков. Всего доброго и берегите себя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова